Об себе, говорит он и делает шаг. Легенда российского цирка, знаменитый дрессировщик и человек года. ДТП разделила жизнь Виталия Смоленца на до и после. Спасая человека, он лишился обеих ног, но остался в профессии. Работая с сильными животными, нельзя быть слабым. Павиан Анобис, хулиган. Да, 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 да. Не промолчала. Инна Смоленец, потомственная артистка цирка, шутит, родилась в опилках. Была гимнасткой, потом стала дрессировать животных. С мужем Виталием познакомилась на манеже. Вспоминает, он тогда только начинал работать над собственной программой с уникальными трюками. После стал обладателем многих золотых наград. Однако жизнь изменилась. В феврале 2015-го на трассе Тверь-Москва он стал свидетелем ДТП. УАЗ врезался в разделительное заграждение. Водитель был в шоковом состоянии, а пассажир вылетел на магистраль. Виталий бросился к пострадавшему, чтобы перетащить его с проезжей части. Боковым зрением он увидел, как на них несется грузовая фура. Виталий сумел вытолкнуть заграждение потерявшего сознание человека, а сам попал под удар несущейся фуры. Помощь пострадавшему стоила Виталию обеих ног. Врачи после аварии давали не больше процента, что пациент выживет. Не дай бог никому такого. Это все очень тяжело. И в плане психологически и физически это невыносимо. Самое невыносимо – это ждать, когда от тебя ничего не зависит еще. Потому что три месяца в больнице, из них 40 дней в реанимации между жизнью и смертью. И его нежелание жить. Виталий не хотел быть обузой для своей семьи. Инна понимала – спасти мужа может только работа. Деньги на протезы собирали всем миром. Из больницы дрессировщик первым делом поехал не домой – в цирк, к львицам. Я заехал на коляске, и это было нечто. Они как рыбки в аквариуме сбились, кричали, по стенам бегали, взбывали, толкали друг друга, чтобы погладить их. У меня слезы с глаз. Просто нельзя было предать эту львиную любовь. 1 августа 2015 года встал на протезы. В сентябре начал репетировать. Через три месяца – первое выступление. Новосибирск – уже 11-й город гастрольного тура. Села. Вася. Оф. Оф. Браво. Браво, говорю. Браво. Первый лев и львица – Виталия из новосибирского зоопарка. Самка до сих пор участвует в аттракционе. Именно ей дрессировщик доверяет съесть кусок мяса, который лежит на его шее. Эти львицы выполняют элементы, которые не делают больше нигде в мире. Они чувствуют силу и волевой характер Виталия. И беспрекословно его слушаются. Эксклюзивное интервью с дрессировщиком и Человеком года можно увидеть завтра в утреннем эфире нашего канала. Наталья Цопина, Татьяна Никольская, Дмитрий Злобин, Олег Сурков. Новости ОТС.